Специалисты утверждают, Брест – один из лучших городов Беларуси для выращивания экзотических растений. Особенности нашего климата таковы, что одинаково комфортно себя здесь чувствует и нежная магнолия, и можжевельник обыкновенный. Однако, как и к любым гостям, к ним нужно проявить повышенное внимание и заботу. Определенные нюансы при их выращивании на территории Брещины все-таки имеют место быть. К примеру, сегодня, в преддверии больших зимних холодов, важно создать для растений максимально комфортные условия. Уже летом мы стали менять подкормки, то есть азотные удобрения мы закончили вносить уже в июне месяце. Пошли удобрения фосфорные, удобрения с калием, с магнием, которые эти элементы позволяют вызревать побегом, то есть подготовиться к зиме, одревеснеть им и в то же время сформироваться почкам. И в таком виде они безболезненно перенесут наши холода. На самом деле у нас холода, конечно же, не сибирские, еще раз повторюсь, что позволяет нам по праву называться белорусскими субтропиками. Для того, чтобы забота о растении пошла ему во благо, необходимо подойти к этому делу со всей ответственностью. К каждому представителю флоры нужен свой подход. Кто-то не замерзает и в минус, кому-то не по душе даже небольшой плюс. Есть и такие, что боятся ветра и совсем не важно, каким он будет, теплым или не очень. К примеру, можжевельник обыкновенный, золотой конус в укрытии, корневой системы не нуждается. А вот в защите крона от порывов ветра – очень. Что касается хвойных еще растений, одна из таких подготовок к зиме – это связывание пышной кроны. Есть растения, которые имеют пирамидальную форму, то есть форма, которая придавалась дизайнерами, селекционерами. Она не выдерживает снегопадов, сильного ветра, поэтому ее нужно стянуть немножко шпагатом. А вот рододендроны, особенно их садовые формы, то есть выведенные искусственно, придется одеть на зиму сразу в несколько одежек. В дело пойдет и торф, и сосновые лапки, и листья дуба, и деревянные решетки с картонными перегородками. Главное – не переусердствовать, следить за тем, чтобы растению не стало слишком тепло, а также не зажать кроноутеплением. Листья должны быть укрыты, но свободны. В данном случае растение сложное, сложное в уходе, потому что растение мало того, что оно сохраняет лист, и идет испарение, и идет фотосинтез зимой, еще листья двигаются зимой. Поэтому нужно сооружать так укрытие, чтобы лист мог двигаться. Если он не будет двигаться, естественно, что это уже будет плохая зимовка для него, он может не перезимовать. Большинство садоводов-новичков уверены, деревья, особенно давно посаженные, в какой-либо посторонней защите в холода не нуждаются. Для многих это правило верно. Однако, если ваше дерево относится к экзотам, то при наступлении минусовой температуры стоит укрыть его корневую систему, к примеру, древесными опилками. А если понадобится твой ствол, обернусь нетканым материалом. Чтобы сад радовал красками, дарил плоды, о нем, безусловно, надо заботиться. Помочь советам в этом вопросе всегда готовы специалисты Центра экологии. Однако, ухаживать за своими подопечными все равно придется самостоятельно и скрупулезно. И тогда они щедро вознаградят весной разноцветием и приятным ароматом.